Приветствую вас, аноним. Жалко, что вы аноним. Хотелось бы как-то по имени к вам обратиться. Смотрите. Значит, я выделю несколько моментов, на которые, как я считаю, вам нужно обратить свое внимание. Первое – это чувство вины, чувство долга. Второе – это отсутствие личных границ. То есть между вами, например, и вашей мамой личные границы отсутствуют, вы почему-то и рассказываете все о своей жизни, ну или по крайней мере, такие вещи. Вот. И проблемы с личными границами проявляются еще и в том, что вы берете на себя ответственность за другого человека. За проблемы другого человека. То есть берете его проблемы на себя, условно говоря. Вот. И, конечно, все это от некой неуверенности в себе. Из-за некой такой тревожности. Вот. И, наверное, что самое главное, вы игнорируете свои желания. То есть вот вы говорите, что неликантильность победила и прочее. Она бы не побеждала, если бы вы, к примеру, не нуждались в помощи. В помощи вы бы не начинались, если бы не пытались быть, как мне показалось, чересчур скромным. Я могу ошибаться, безусловно, но мне так показалось, что вы пытаетесь быть скромным чересчур. Вот. А ключевой момент заключается в том, что вы не можете, не умеете принимать помощь людей, не чувствуя себя перед ними в долгу. То есть вот, вам человек помог, ну и все. Вам человек подарил телефон, например, ну и все. То есть это его проблема, он заказал подарить, вы ничего не должны. Это не ваша проблема в том, что вы считаете, что вы должны. И отчасти, возможно, эта проблема восходит к взаимоотношениям с мамой и к тому, что у вас нет отца, судя по всему. И не случайно вот такие, именно мужчина старше вас на приличное количество лет вызывает у вас такие чувства. То есть вот чувство, что вы понимаете, что тут случается и прочее, прочее, прочее. То есть вы как бы чувствуете себя ему должным, чувствуете себя обязанным. Вот как будто его действие, его поведение, его отношения как-то влияет на вас. Так что я думаю, что здесь у вас есть какое-то эмоциональное вовлечение во взаимодействие с человеком. Дальше, значит, вы сами не верите в то, что говорите. Потому что у вас есть вот такой вопрос, типа, что согласитесь, неплохо когда тебе помогают просто так. Да, неплохо, но для этого вам нужно разрешить себе разрешить, чтобы вам помогали. Так, а вы себе этого не разрешаете. Дальше, значит, я влюбился в коллега по работе, он старше меня на 15 лет, но сделанное сообщение началось после того, как он предложил играть в областные игры через интернет. Так, значит, коллега на 15 лет старше в вас влюбился, как год воспринял, только честно. По сути, забрать он сделал на себя, а я не переживал. На тот момент у меня была маленькая ЗП, я нуждал в деньгах. Ну, опять же, тут вообще отношение к никому в целом важно, потому что... Понятно, что ЗП маленькая, но вы же как-то с этой ночью тоже в деньгах жили, правильно? Вот, и... Как это правильно, Алис? Эээ... Почему... Вы... Объективизируете свою нутуб в деньгах? Эти игры ничего не приносили, я отдал свой логин ему, он играл с двухстан, позже получил какую-то сумму с моего логина, он отдал её мне. Постепенно начал бурляться внимательно, начал писать о том, что хочет помогать, началась манипуляция, что я захочил ей помогать, началась смысл жить. Вот здесь вы сразу мне сказали нет. То есть, вы... Поверили и приняли его позицию. Никаких чувств... Эээ... Нет, он уверял, что имеет отношение как младший сыгрей, и сказал, что человек добрый и наивный, меня легко обманывать. Эээ... Доброта и наивность... Не иметь ничего общего... Эээ... Затем... Что вас рекламанут? Рекламанут того, кто действует через силу, против воли, кто привык себя преодолевать, кто привык себя пересиливать, кто привык игнорировать свои чувства и свои желания. Вот если... Если я что-то хочу, я это делаю. Потому что я это хочу. И если я потом перестал ходить, я просто перестаю это делать, и всё, мне нельзя обмануть такого человека. Поэтому у вас здесь немножко не про доброту и наивность, хотя, может быть, у вас есть эти качества, а вы здесь немножко по-другому говорите. Про то, что вы не доверяете сам себе, вы не доверяете своим массивам. И что, естественно, если люди могут вам что-то внушить, что-то внушить. Я согласился, не знаю, где моя подъеблона голова. Вы в глубине души считаете свою ответственность слишком слишком тяжелой. То есть, вы... Вам не нравится нести ответственность за свою жизнь. Вам не нравится ваша позиция, вам не нравится ваше положение текущее. То есть, у вас ощущение в глубине души, что вы достойны большего. Это правда, но вы перекладываете ответственность на другого человека. То есть, в глубине души есть ощущение, что вот жизнь как-то с вами несправедливо обошлась, с одной стороны. С другой стороны, если такое вы позволяете по отношению к себе, то вы позволите даже по отношению к другому человеку. То есть, типа, что, если мне помогают, то, ну, помогать просто так не должен. То есть, вот это вот постоянные попытки завернуть что-то и так далее. Восстановить, там, равновесие и прочее-прочее. Это все, по большому счету, идея о том, что вот, ну, что должна быть справедливость. То есть, попытка восстановиться будет справедливость. Не понимая при этом, что справедливости нет и она для каждого человека разная. Вот, в целом, ваше отношение, вот, особенно, когда вы начали пытаться завернуть, очень похоже на созависимое. Вот, и... Но они очень похоже на то, что вы не признаете свои нуждаемости в чем-то. Дальше. Вот, согласитесь, неплохо, когда, когда помогают просто так. То есть, если вы уже пытаетесь, как бы, психологов, да, привлечь на свою сторону. Нет, я не могу с вами согласиться, потому что, опять же, может быть, неплохо. Но вы либо позволяете помогать себе просто так и полностью перекладываете это ответственно на другого человека. Либо нет. Потом, на сверху на день рождения, как итог, он дарит дорогой телефон. Я не принимал, его это обидело. И все. То есть, как бы, какое вам дело? Потом, например, на работу, там особо огласки не хотелось, я взяла. Почему не хотелось огласки? Ну, у вас же нет никакой связи. Так, рассказавшись маме, она была... Зачем вы рассказали со мамой? Для чего вы рассказали со мамой? Она была шокирована, объяснила, что человек влюблен, и все, нельзя было ничего принимать. Но мама здесь вообще ни при чем. То есть, мама, вы вмещали всегда очень зря. Это в вашей жизни касается она только вас. Дров я уже наломала. Вот видите, вы здесь считаете, что совершили ошибки. Если человек совершает ошибки, он чувствует себя виноват. При неверной интерпретации опыта этих действий. Начали все на ревность и требования, куда я иду, с ком гуляю. А тогда в своей помощи я сворачивал архиват, и тетка сказала, что между нами ничего не может быть. Меня уверяли с этой помощью к доброму человеку. Опять же, если не ощущается вашей личной границы, то все это пустые слова. Все это пустые слова, особенно для мужчин. Вот. Случилась ссора, и я вернул в свои деньги. Но опять же, ссоры участвовали в том числе и вы. То есть, вам здесь нужно взять ответственность на ссору и сказать, что я поссорил. Не просто случилась ссора непонятно что, непонятно с кем, а именно, что я поссорил, вот потому-то, потому-то. Здесь классический треугольник Карпмана, можете почитать в интернете. Что есть агрессор, это мужчина, есть вы, это жертва, есть мать, это спаситель. И вы вот ищите спасителя в матери, в психологе, которому пытаетесь найти мужчине, хотя психолог нужен вам. Ага, священники и прочее. Вот это треугольник Карпмана, изучите, изучите. Дальше, эм, так, эм, телефоны мне очень полегчало. От чего вам полегчало? То есть, вы видите, вы не можете принимать подарки. Вы чувствуете себя обязаны, когда принимаете подарки. Почему? Потому-то сомнительная сумма оценка. Очевидно. Ну и здесь нет безусловного принятия себя. То есть, вы, как бы, себя обоцениваете и считаете, что подарков вы не достойны. Ну, очевидно. Дальше. Ему было очень больно. И что? Какое вам дело до этого? Хотя, провезлось и прослось завернуть. Я извинился. Я пообещал вернуть деньги даже с логина, но человек начал писать, что я унизил его как мужчину. Не очень понятно, зачем вы хотите вернуть деньги с логином. Потому-то человек вам балл эти деньги. Вот, как бы, здесь вообще ваша мотивация не очень десна. Такое ощущение, чтобы испытывать не стоит. Так. Значит, унизил его как мужчина. Ни один мужчина без предбодарков. Все в этом роде. Но, опять же, это его проблемы. Он покупает новый телефон, стоит ему возле дома. И теперь постарается. Что это значит? Значит, вы идите по определенному сценарию. Вот. Такое ощущение, что вы бессознательно набиваете себе сцену. Бессознательно вы проявляете обиду на эту мужчину. Скорее всего, это обиду на отца. Скорее всего. Ну, мне так будет видится. Ага. Отпугался, что начал с угрозами. Мол, я уйду с работы. Я не сплю ночами и т.д. А вам какое дело до этого? Сейчас, я думаю, что мне двигало алчинство для доброта. Нет. Скорее, брат, что не удовлетворенность. Данально не удовлетворенность. Позволить себе я такое не могу. Поэтому ощущение, будто американская нас победила. А что именно вы не можете? Позволите. Что плохого в том, что американская нас победила. Особенно, если нам предлагают. Что плохого? Ну, начинает следить за мной. Станет в детях на работе. Смотрит, кем я разговариваю. Вот так. Ну, здесь классический треугольник Карпана. Просто идёт заблокировать. Потом сполняться. Потом пишут, какая безотличность мне делать для человека. Ну, опять же. Здесь важно, как все на вас влияет. Я очень... Так. Значит, я очень занимал деньги. Я давал за телефон. Но он не берёт их. Ну, вы можете просто прислать ему с... Там. С неизвестного номера. Сидит нагад. И всё. Он не сможет вам вернуть. А потом просто не принимать деньги обратно. Но. Опять же, видите. Здесь проявляется ваша жертвенность. И нежелание принять определённую реальность. А попытку подстроить её именно под себя. Так. Просто не знаю, как выйти из этой ситуации. То есть, каков сейчас? Вы берёте на себя ответственность для другого человека. По причине своих внутренних конфликтов. Здесь нет никакой ситуации. Кроме ощущения вами своей жертвенности. Жертвенностью. Так. Высшие... Обычки стали угрозой самоубийств. Если опять не разрешили помогать. Что это отчистого сердца? Ну, опять же. Если вы ведётесь на угрозе, угрожаетесь сами. В общем, это уже созависимость. Что-то уже созависимость. Обычки как страдают. Если бы человек влюблён, стал бы так поступать? Нет. Слабанно. Вы сами задаете вопрос, сами отвечаете. Вообще-то, если бы человек влюблён, он не может так поступать, потому что это страсть. Нашла психолога, отказываясь от помощи? В смысле, себе нашли или ему? Нельзя работать с психологом, не имея желания насильно. Я не могу выйти замуж без любви, сделав счастливым, и не счастливым себя. А при чём ты замудишься вообще? Как вы пришли, и к тебе замудишь вот здесь? У тебя много друзей, тебе легко ознакомиться. Ты молодая, и всё в этом роде, на что я могу сделать? Не очень понятен, чем это было предложение. Такое ощущение, что вы цитируете человека, но... Зачем? В каком контексте? Предлагаю познакомить его, чтобы безрезультатно. То есть, видите, пытайтесь спасать его. Это проугольный карпан. Просто я встал от этих смс-мунипуляций нажал. Ну, вы же его жалейте. Сейчас нужно работать с Ватиной, чё-то нажал. С её причинами. С причинами, пожалуйста. Я очень боюсь, что человек делает что-то с собой. А что это для вас будет означать? Почему боитесь? Миллионы раз просто прощения готовы скупить свою вину. Чему вы виноваты? Видите ваши проблемы в дом, что вы чувствуете свою вину, чувствуете чувство, что обязаны ему мужчины. Мужчины это чувствуют и давят на это. Всё просто. Всё просто. Так. Пробовал блокировку игнор мирными разговорами. Ну, опять же, это жертвенная позиция. Так. Так. Я думаю, дело в том, что много раз обманываю. Девочки ничем не лучше, но это всё ужасный камень. От чего? От чего ужасный камень? Знаете, то есть здесь как бы нужно с этим работать. Дальше. Я боюсь любить скобачика. Вот она сейчас вручатся. Если он узнает, я не знаю реакции. Ну, здесь опять же жертвенность. И плюс влюблённость не происходит позже, ладно. Да, происходит как правило сама по себе. Мне винить мама. Она стоит, мол, выйди замуж на руках будет носить. Но я же могу так. Но отношения к маме тоже нужно корректировать. Потому что судя по тому, как у неё с себя мама, отношения вообще не совсем здоровые. Реально тоже созависимо. Как ему помочь? Никак. Он нужно помогать себе. Не ему. Обрат не делать, потому что мама сейчас болеет, да и не поддерживает его. Мне 20-й год, и я не хочу стрелять больше, чтобы короче чью-то жизнь. Вы не можете разрушить чью-то жизнь, она не потому, что только человек сам способен свою жизнь. Разрушить. Вы этого сделать не можете. Вы здесь извините, конечно, но вы слишком много на себя берёте. Вы слишком много на себя берёте. То есть это вот опять же про ваше восприятие себя. Так. Писали даже священникам. Единственным людям, которые никому ничего не разгрозны, кроме как сделать игноры, что я воспользуюсь человеком, ничего не получила. Помогите, пожалуйста, строго не судить. Ну видите, вы боитесь засуждения. Но это тоже следствие не вернуть к себе. Вот. Так что работать с психологом нужно вам, а не ему. И в первую очередь все поработаны над теми вещами, которые я озвучил. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо.